Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего урока понятна. Сегодня день Йорцат и день рождения великого Машера Бейну, ну, наверное, равных которому не было, поэтому о нем. Большинство религий в мире зарождаются по одной схеме. Некий человек вступает в контакт с высшей духовной силой, ему открывается новая истина, он начинает ее проповедовать. Вначале это небольшая группа людей, потом те, кто верят учителю, потом они, ученики, провозглашают его либо Богом, либо Сыном Божьим, или величайшим пророком, несут благую весть, дальше распространяют среди всех остальных людей. И только иудаизм получился совершенно другим путем. Нас никто не убеждал, не принуждал верить, потому что верить не надо было, потому что все видели и слышали. Произошло это на 50-й день исхода из Египта у горы Синай. Всевышний собрал недавних рабов под председательством Маше Робейна и передал им Тору основной закон мироздания. И Тору принимали 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, еще женщины, старики, огромная толпа неевреев, вышедших с ними из Египта. То есть верить не надо было, все мы увидели. И всем этим руководил Маше, полномасштабный представитель Бога на земле. Сам Бог сказал так. Не было такого человека и больше не будет. Но я не знаю, какая еще оценка должна быть для человека, чтобы понять, что мы имеем дело с невероятным человеком, следовательно сегодня его день. Невероятный день. Мы много внимания уделяем Маше и его личности, именно потому что иудаизм вообще... Что говорит иудаизм? Он говорит, что прежде чем разрушать или изменять несовершенное вот это общество, надо стараться изменить к лучшему каждого человека. Прежде чем этот несовершенный, а иногда и безнравственный человек, начнет переделку мира. И все это мы видели. Брались за переделку мира кто угодно, но сами они себя не меняли и, следовательно, в мир несли другое. Маше это было, то что говорит, совсем другая разница. Это был человек, который, в первую очередь, исправил себя, а потом исправил весь мир. В Талмуде, вообще, в трактазе Самхиддин есть любопытный эпизод, в котором Яровам бен-Навад, царь Израиля, говорит с Богом. И это выдающийся был царь, выдающийся знаток Торы, но именно он толкал своих подданных к идолопоклонству потом. Из-за него произошел раскол на два царства, на Израиль и Иудею. Почему этот незаурядный человек стал таким неископавшим? Ответом этот в диалоге с Богом написано, что сказал рабе Абайм, то Бог говорит ему, что вернись, раскайся. И я, ты и сын Ишая Давид, царь Давид, пойдем в райский сад, вместе будем гулять. А Яровам спрашивает, а кто первым войдет? Я или Давид? Он говорит, Давид войдет. Нет, не хочу. Представляете, вообще, емкий какой обмен мнениями, да? Яровам считал, что это унижение пойти с Богом говорить, если войдет первый Давид. Бесценная возможность раскаяния была безвозвратно утеряна. И вот, осуждая стремление к почестям, еврейская традиция высоко ценит скромность. И именно скромность, Бог сказал, что ценит больше всего. Он сказал, что этот человек Маше был скромнейших им из людей. Кто еще такое может о себе сказать? Его имя, кто этот скромняга? Его имя появляется во всех разделах Торы, кроме двух, да? 600 раз в Торе. Он отсутствует только в двух разделах. Ницавим и в сегодняшнем ТЦВ. Ницавим это и есть его монолог, так? А из ТЦВ мы знаем Медраж, почему? Сказал, что сказал, простите, как это было, значит, Бог сказал, что я уничтожу народ и произведу от тебя новый, а Маше сказал, вытри меня из этой книги тогда, если только не трогай людей. Гаон из Вильна сказал, что Маше Робейну умер с 7 числа месяца Адар. И обычно эта неделя, дата вообще выпадает на неделю, которую читают нашу недельную главу. Маше, кстати, родился в тот же день, повторяю. И вот Бог удалил имя пророка из Торы в ту самую неделю, когда завершил его земную жизнь. Есть еще одна причина. Слова праведника имеют огромную силу, выходящую за рамки прямого смысла. И он создает реальность. Своими устами создает праведник реальность. И в следующем разделе, вот это, повторяю, Китиса, будет описано золотой телец. И Бог, когда хотел уничтожить, он своей реальностью создал. Он сказал, вытри меня из книги. И должен был Бог его вытереть. Правда, только из одного раздела. Каждый человек имеет в себе два «я». Одно из них стремится помочь ближнему, обязывает человека действовать, радоваться и скромничать. Другое стремится ухватить себя побольше и бездельничать, ничего не делать. И два «я» – это доброе начало Ессертов и злое начало Ессера. Они есть вот то, что борется в нашей душе. Они спорят внутри нас. Вернемся к Маше. К сожалению, много раз по отношению к нему в Торе описывается неблагодарность народа. Несмотря на то, что ему он помогал, всегда все делал, ему приходилось терпеть и так далее. Это доля лидера. И чем более велик, оказывается, этот лидер, тем меньше его понимают. Но теперь, когда мы знаем, кто такой Маше Рабейну, мы можем вспомнить, мы в этот день прочитать за него молитву. Мы можем в этот день зажечь свечку. Мы вообще можем в этот день ради него подумать, что он хотел от нас, раздавая нам слава Бога, и куда он нас вел. И это будет самый лучший подарок этому лидеру. Брахава Ацлаха – всего самого лучшего.